Не показывается ничего. Всех приветствуем. Давайте сейчас чуть-чуть вот так вот сделаем, чтобы четкость была. Итак, друзья мои, всех нас поздравляем с праздником. Славление Перуна, так правильно вообще называется, день, когда его славят. То есть день, который ему принадлежит. Почему? Он уходит на короткое время на отдых и уходит на недели две, то есть после праздника, отдыхать для того, чтобы набраться сил и с новыми силами вернуться к нам. Вернуться к нам для осенних гроз. Немного давайте расскажу про этого Бога. Я уверена, что вы и так знаете, многие из вас люди начитанные. Ну, в любом случае освежим в памяти, но еще и для людей, которые, может быть, не знают, да, иностранцы, иноверцы. Ну вот не всем людям это божество знакомо. Объясним, зачем праздновали на Руси славление Перуна и можно ли праздновать славление Перуна людям, которые не в России живут? Можно, естественно, потому что боги, они едины для всех народов. Просто у каждого народа они по-своему называются, и функции немного разные, собственно говоря. Но в принципе они те же самые боги, те же самые силы и благословляют одинаково всех людей, которые их принимают. Потому что на Руси ведь не только русские люди жили испокон веков, жили различные национальности, различные народы. И все эти народы поклонялись, благодарили, славили тех самых богов, которые царствовали на этой земле. Имя его произошло от двух слов «перти» – это нанести удар или толкнуть. Вот когда мы говорим, что ты прешь, что ты… не надо переть. Это слово «перти» означает «нанести удар или толкнуть», то есть сильный удар. «Ун» или «он»? «Он» наносит удар. «Перун» – это его имя. Поскольку сильнее всего гром бьет в сезон дождей по тем деревьям, которые особенно притягивают его, вековые деревья, а именно дубы, поэтому дубовая роща считалась священной. Нельзя было вырубать дубы, нельзя было сажать, если у человека не было жреческой принадлежности, если он не был жреческой касты. Вот отсюда название, то есть выражение «дубу дал». Отдал дубу свою жизнь и ушел. Обычно дуб сажали люди, когда чувствовали приближение смерти. Вот перед своей смертью они сажали дуб, отдавали свою душу этому дубу, то есть жизненную силу, и уходили. Далее. Рожден он от сварога и лады. И когда он родился, в тот день ударила молния по его колыбели, и началось землетрясение. Поэтому считается, что он сын молнии, то есть молния ему подчиняется, его любит, и он одобрил его рождение, потому как родился кромовержец. Многие связывают его с Зевсом. Некая ипостась, и схожесть с Зевсом имеется. Но в любом случае, у славян он один из верховных богов, а не самый верховный, скажем так. Мы к этому тоже придем. Давай вот так, наверное, вот так покажем красиво. Ты можешь спокойно... Я думаю, что звук и так будет, если Яна будет снимать. Хорошо слышно. Я просто снимаю алтарь, а она разговаривает. Я думаю, что будет слышно. И Пуси с нами отмечает тут. А тут все с нами отмечают. Вот. Пусик вообще весь день славит Перуна. Так, Зена, давай, не мешай. Тихо. Называет его богом войны. Силой и свободой славян. И Владимир, до того, как его прозвали крестителем, приказал соорудить огромную статую, чуру, бога Перуна. Он, конечно, сделал из золота бороду бога и голову из серебра. И с того времени его начали называть сереброголовый или золотобровый. Или золотобородый. Нет, и золотобровый он брови и бороду сделал из золота. Ну, естественно, потом, когда он принял крещение, он сокрушил эти чуры. Но до этого он клялся его имени. Когда киевские князья хотели кого-то уверить в своей честности и в том, что они действительно будут придерживаться всех пунктов мирного договора, они клялись честью и именем Перуна. То есть настолько это было важно. Он предводитель небесного воинства. Считалось, что когда Руси грозила какая-то опасность, то призывали его невидимое небесное воинство, которое приходило и помогало в час роковой. Далее. Его воля несгиблемая. И если Перун что-либо решил сделать, то его отговорить невозможно. Поэтому нельзя злить бога войны, бога грозы и бога воинов. Иначе это обойдется очень дорого человеку. Он оберегает явь, наш мир, от проникновения сюда злых сил. То есть он стоит на страже, на границе нави. Навь – это мир духов, потусторонний мир. Мир богов, духов, мертвых. Явь – это мы с вами, то есть явный мир. И еще есть правь. Это мир, где свершается закон. То есть там, где начинаются законы мироздания, которые создаются для людей и для богов. Так вот, Перун стоит на страже границ яви, нашего мира. Пусть они не нервничают. Все хорошо. Все, это у него нервы сдаются. Зена, нельзя. Иди, глядь. Итак, самые главные качества Перуна, которые присущи этому богу и которые даются и другим его последователям. Так интересно, 7 минут всего снимаем, да? Да. Ну, кажется, я столько рассказала. За 7 минут я его достану. Считается, что честь – это важнее всего. И честь нужно беречь. И честь – береги смолоду. Идет оттуда поговорка достоинства человека и его родина. Вот это три составляющих, которые нужно беречь всегда. Дальше. Перуна называют омытый огнем или закаленный огнем. Считается, что Сварог и Семаргал, когда он был еще младенцем, его окунули в священный огонь, в живой огонь. А выйди за нас туда сейчас же. За на. Ну-ка. И поэтому после этого огонь начал ему подчиняться и не причиняет ему вреда. И поэтому он может создать в своих руках гром и может метить этот гром туда, куда он считает нужным. То есть огонь, небесный огонь подчиняется ему, потому что его закалили. Напоминает легенду Ахиллеса, когда его спустили в огонь и закалили. Но, в принципе, взаимосвязано очень много в легендах, эпосах народов мира. Это неудивительно. Далее. Его изображают разным. Где-то седовласым стариком, где-то высоким статным мужчиной с русыми волосами. Ну, например, белорусы его изображают черноволосым, черноглазым, высоким мужчиной. В принципе, разницы никакой, потому что его качества остаются незыблемые, неизменные, каким бы его ни изображали. Далее. Однако, невзирая на свой воинствующий характер, нужно помнить, что перрон, он гонит дождевые облака, создаёт дождь, то есть он создатель дождя, и он орошает землю. И поэтому ему иногда приписывают и качество, скажем, богоплодородия. Сегодня, кстати, был очень сильный такой ветер. Да. И начали читать. Вот, мы начали читать. Прямо буквально перед ритуалом. Перед эфиром, точнее. И он стих, собственно говоря. попросили, чтобы дал провести его праздник. Хотя нам уже сказали, ну, давайте, давайте. А то он же бог молнии, сейчас как долбанёт. Может быть, но не по нам. Значит, его основные оружия. Палица, меч, лук и топорик. Наверное, вы все помните, да? Топорик – это оберег. Оберег перуна. Часто носят и дарят. Кстати, жарко стало, если честно. Ужас, блин, просто. От огня кашла. Давай, давай, я возьму, ты же. Я имею в виду, тебе не нужно снять? Нет. Не жарко? Мне не нужно. Нужно будет. Разъезжает он по облакам на колеснице. Там иногда виднеются кони белые, крылатые, иногда огненные. По-разному. Вот он разъезжает на своей колеснице по небесам и создаёт гром. Его животные, то есть животные, посвящённые ему, это орёл и бык. В принципе, здесь он с Юпитером схож, то есть с Зевсом, потому что у Юпитера тоже жертвенные животные или любимые животные. Это орёл, который всё время у него на руке сидит, и бык, который ему приносят в жертву. Если слишком близко, может отключиться, я греть. Его сражение, знаменитое его сражение, это с черноморским драконом битва, где он спасал свою любимую женщину. Здесь его сравнивают с Персеем, который спасал Андромеду от дракона, от чудовища. Но его супругу звали Дадолла. Однако её называют Перуница, то есть она взяла имя мужа, что в принципе в древние времена было не редкостью. Даже среди людей, то есть среди князей и прочих были случаи, когда женщины брали имя мужа. Например, там жена Цезаря Августа взяла его имя Августа. И много других таких случаев. Поэтому это вот как бы это традиция древнего мира. Хочу вам сказать, что он прообраз Георгия Победоносца. И вот его часто изображают с копьём, который он вонзает в дракона, дракона Черноморского. Вот тот самый Карадагский змей, который я озвучила вам в лекции «Страхи народов мира». Вот он прообраз этого самого Черноморского дракона. Карадагский змей. Его позже так назвали, после, когда уже там поселились тюркские народности, естественно, и название вот этого чудовища, оно прозвучало на тюркском диалекте. Второе его знаменитое сражение, это когда он освободил от Скипера змея трёх богинь, своих сестёр. Скипер-змей, который украл трёх богинь, это Лейла, Жива и Марена. Он похитил их и на триста лет закрыл. И тогда мир лишился весны, лета. Что ты там лапой остановишься? Он себе в обиду не даст. Мир лишился лета, весны и зимы на триста лет. Считается, что этот период, описанный в эпосе о Перуне, это некий такой период, когда вот начинается ледниковый период, то есть неясный период, когда перепутались эти погодные все особенности земли. И учёные говорят, что такое происходило несколько миллионов лет назад, когда полностью земля, вот как бы один день мог пойти снег, другой день могла быть жара, вот и так далее. То есть вот, наверное, описывается в этой легенде, как раз это время. Не отвлекайте меня, собаки. И когда Перун уснул крепким сном, а он любил долго спать, его не могли никак разбудить, то птица Гамаюн, Гамаюн, вы знаете, да, птица, которая предсказывает судьбу и видит судьбу, то Гамаюн принесла живой воды на своих крыльях и обрызнула его. И он проснулся, он проснулся и после сражения со змеем спас своих сестёр. Далее. И его знаменитое сражение с Велесом, вот сегодняшний праздник – это честь его победы над богом Велесом. Велес ему завидовал, потому что считалось, что вот эти облака, которые мы с вами видим, вот покажи, это его небесные стада на самом деле, это его небесные белоснежные коровы. И вот он пасёт свои стада, их очень много, их миллионы, и Велес, будучи богом природы, имея там целую природу в своём распоряжении, зверей, птиц, но он ему завидовал. И однажды он взял и украл его небесных коров и спустил вниз. И очень долго Велес искал своё небесное стадо. Вообще есть такое, да, стадо, стадо на водопой спускается, такое выражение есть, когда облака, например, спускается вниз, ощущение, как будто стадо спускается на водопой. Он его настиг, и началась очень грозная битва. И она длилась очень долго, земля содрогалась, землетрясение началось, люди выбежали из домов, прятались в лесах, пока эти два бога между собой сражались. И он победил Велеса. Победил и назначил этот день, вот 20 июля, день своей победы над Велесом, утвердил, как свой праздник. А второй его день, это 2 февраля, когда он на время уступив своё место Чернобогу, то есть Богу зимы, он уступает на время своё место, и 2 февраля Велес опять пробуждается и начинается его активность. То есть не обязательно, что там гром и гроза, но он уже постепенно начинает возвращать себе своё царство обратно. Это 2 февраля ещё. Но тот день не такой знаменательный, как сегодняшний. Сегодня днём лето, а ночью, после 12, то есть 0-0 ночи, полночи, начнётся осень, осенний период. То есть мы переходим с лета на осень. Ну, может быть, нам это будет неощутимо, но в мироздании, в природе это именно так и называется. Судя по погоде, очень ощутимо. Прям резко холодно, как-то стало. Ну, в принципе, да. В смысле, вчера прохладно. Когда воины уже взрослели, то есть мальчики становились мужчинами, воинами, их уже принимали в царскую дружину, как правило, матери дарили им или перуницу, как защиту. Но перуницу чаще дарили женщинам, в принципе, хотя это считается просто защита жены или дочери перуна, но больше склоняются к версии, что это супруга перуна, перуница. Это, знаете, как звезда и внутри раскат грома, то есть вот это перуница. И топорик, как знак, то есть защита, чтобы этот топор отсекал и рубил врагов, которые будут встречаться на пути. Так вот, вот что делали в этот день, в древние времена, как праздновали? Вот это вот стенка на стенку, которую мы знаем, игра. Отдавали энергию перуну, вот энергию воина. Через костер тоже прыгали? Нет, нет. Через костер нет. Костру приносили жертвы. Через костер не прыгали. Это немножко другое. Здесь, поскольку Сварог тоже один из хранителей священного огня, а он сын Сварога, он Сварогович, поэтому приносили, как в честь его отца, напоминание о том, кем он рожден, и то, что огонь его осветил, и то, что он сам бог, который создает небесный огонь в руках, зажигали костер, и костер кормили, так называлось, кормили огонь, то есть приносили жертву. Это хлеб. Вот, покажи, Ян. Куски хлеба. Это ячмень. Да, это что у нас еще? Тут две крупы. Да. Так. А тут у нас травы. Но их не нужно было вам, но все равно мы их делали. Итак, и напоследок. В славянской теологии, в пантеоне богов, есть три главных бога. Это Сварог, отец мироздания. Это Перун, хранитель Яви. И Велес, разрушитель. Разрушитель и дарующий воскрешение природе. Так вот, в законе прави написано так, что Перун охраняет двери нашего мира, мира людей, Яви. А Велес охраняет двери Нави, мира богов и духов. Их часто, как бы, противопоставляют, как врагов. На самом деле, это не так. Они дополняют друг друга. Велес следит, чтобы в Навь никто не проник, чужак. То есть, чтобы люди, которым не дана магия, не лезли туда, потому что, если вы туда полезете, получите от Велеса по башке кирпичом. А если темные духи полезут сюда, чтобы кому-то навредить, и если Перун будет на чеку, узнает об этом, он их отправит обратно, он их накажет. Поэтому очень часто, когда начиналась война или какие-то страшные происшествия, приходили к нему, чтобы просить, чтобы он своими небесными войсками отгонял врагов, потому что считалось, что физические враги, то есть люди, которые приходили враждовать с Русью, это на самом деле гонимые темными духами, существа, то есть люди, но в них селяются темные силы, которые приводят на то, чтобы сеять здесь слезы, кровь и так далее. И вот просили Велеса, чтобы он сопровождал войско, войско русских князей, дружин и отгонял от наших земель нечисть. Теперь, друзья мои, сегодня мы с вами проведем три ритуала, нет, четыре ритуала, три касаемо именно Велеса, славления Велеса, потом я буду объяснять вам следующее, это освещение клинка, Велесова клинка, это издревле идет эта традиция, этот клинок будет оберегать вас весь год, время от времени его можно по новой активизировать и усиливать, но те ритуалы, которые я вам сейчас дам, можно провести не только в день Велеса, а вообще, когда у вас будет желание, собственно говоря, прославить его, поблагодарить, или, если вы позже присоединитесь, например, взять и сделать на клинок. Чем лучше, то есть, чем отличие от того, чтобы вместе делать ритуал, или по отдельности? По отдельности там только ваша сила и ваше рвение, а когда мы все вместе соединяем наши голоса, понимаете, да, это какая мощная энергия идет туда, вот к тому божеству, которого мы призываем, вот разница. У нас уже вон две дни. третье у нас, ну, по очередности, одним словом, мы будем делать эти, да, и в конце мы попросим для нашего воинства победы и усиления, чтобы бог воинов их сопроводил, но, пожалуйста, избегайте здесь писать, насчет чего и мы будем избегать говорить определенные слова, чтобы YouTube, ну, не запретил этому прямому эфиру выйти. Есть такое дело. Поэтому вообще ничего не говори, мы все знаем, где они, что они делают, и мы должны своими просьбами, своей мольбой к богу войны дать им силу, чтобы они с победой вернулись, чтобы они были оберегаемы этими силами, потому что многие из наших зрителей там находятся, и как врачи, и все прочее. Просто знайте об этом, у многих мужья, сыновья, мы должны им помочь. Вот я почему решила, все-таки, я не очень хорошо чувствовала себя вчера, я думала, я смогу или не смогу вот провести, но, знаете, утром я как огурчик встала как-то, и я поняла, что это знак, потому что в такие времена, в такие страшные, тяжелые времена для страны, вообще для Руси, всегда чествовали богов, они находили время, настроение, чтобы славить их, потому что понимали, что от этого зависит их победоносная вот сила, и поэтому мы сегодня благодарить и благословить его обязаны и должны, это поможет и нашим парням, в том числе. Ян, наверное, костер нужно будет, да, зажигать? Давай я сейчас подержу. Куда зажигать? Ну, кинуть туда, чтобы оно было сильнее. Пока нормально, нормально. Думаешь? Давай пару штук кинуем на всякий случай. Сейчас мы траву сначала сожгем. Мы траву-то... Че такое? Да это что-нибудь упало. Все, ты пока показывай нам, а я сейчас подготовлю. Инга, не хочет, чтобы я... Эй-ю! Аккуратно, блин, зверюги. Так, Зена, если ты еще раз туда побежишь, я тебя домой заболю. Красота! Я с тобой церемониться не буду. У Инги тут как-то вот светло снимает. На самом деле, сейчас уже темно. А у нее светло. В телефоне. настроено, что она снимает вот так вот получается. Ну, блин. Так. Ну, потом будем с экрана фотографировать, потому что там нет, к сожалению, функций. Ну, Яна, давай. Фотографирует что? Ну, вот. Сей процесс. Траву сжигаем. Так, классно, не видно. Мы отдаем сначала дань травой, чтобы вот этот дым магической травы... остановитесь, а то сейчас как... З-з-з-з-з-з... Полы, да, чтобы это все очистило пространство и призвало к нам силы, тухов, которых мы призываем. У-у-у. Угу. Вот это здоровенный. Ты... Камеры особо нет, а то у нас кое-какая... А вы вот так подальше идите. Кое-какая группа даже трусы мои увидела, что висят там на улице. Представляете? Я не видела, а они видели. Они так удивились, наверное, они свои не стирают, просто поэтому так очень сильно сшокированы. Что трусы, оказывается, стирать можно. Нет. Но я никогда не показываю, я всегда стараюсь, ну... А я еще же и не привыкшая чуть-чуть. Ну ничего здесь такого нет, двор, здесь стройка, ну нормально. У нас деревня. Да, село. Село. Но то, что они будут шокированы, что нижний белес стирают, я вот не думала. Ну, значит, у них это не принято просто, поэтому они тут шок. Мы тут вот и спортом занимаемся. Да. Сидим так и массируем себя. Так. Чапик, давай отсюда, ты не трава. Сейчас лысый останешься. Зато на стрижку тратить не будешь. Да, да. А то некоторые уже стригут собак. Вот это, блин, сейчас я сниму. Вот это вот. Давай. Снимайте. Такая красота. Сначала подготовьтесь, потому что тексты, но увы, только последний текст, ты, по-моему, выложила, да, Ян? Да. Вот последний. Как сказали, я так и сделала, да. Да, последний текст. Только ты можешь даже видео снять. Ничего страшного. Как мы готовимся. Отойдите. У меня тут вообще что-то такое. Видео пошло. Видео пошло какое-то туманное. Ты видишь, как каждая камера по-своему снимает. Снимаю видео, видео на видео. Камера – это искусственный глаз. То, что наши глаза не видят, у меня какой-то туман. Да, то, что наши глаза не видят, видеокамера видит, понимаешь, и он видит определенное скопление энергии. Ничего страшного, какой символикой, и даже если оно у вас уже использовано было, только имейте в виду, что тот клинок, который вы возьмете, сейчас делаете, его больше ни в чем использовать нельзя. Он должен лежать где-нибудь, и время от времени должны подходить, над свечами активизировать этот клинок, чтобы весь код вам помог. Под данным видео нет текста. Текст был под видео, где инга предупреждала, то есть делала объявление. Один текст. Один, последний. Остальное? Во имя победы. Пожалуйста, в этом приказном тоне будьте любезны не писать, мне это злить. Тексты новые сейчас будут, вы их будете слышать первый раз. А то как начнут, что, где тексты? Что такое? Мы здесь вам не слушаем, мы здесь просто делаем доброе дело для вас. Да это просто видео, то есть, да, видео не передает. Не пока снимай, я сейчас возьму такую штуку, где мне удобно не будет. Ладно. О. И, господа, хочу вам сказать, что инга сказала не обязательно вот клинок, потому что, естественно, не у всех есть возможность приобрести клинок конкретно. Вы можете взять любой нож, но который не кухонный, не тем, которым вы режете продукт или еще что-то, да, вы можете взять такой, но после этого вы его не можете более использовать в других ритуалах даже. То есть, он будет предназначен только для конкретного ритуала перуна. Если нету клинка, значит, делайте другие ритуалы, повторяйте за нами. Что я могу сказать? Не обязательно? Не успел ничего сделать, ну, значит, просто повторяйте, поучаствуйте. как еще? Я дава достаточно времени. А вы слышите, что она сейчас говорила? Это я просто хочу понять, с какой этой позиции слышно. Ой-ой-ой. Все испугалась? Ну, тебе сказали? Иди туда. Иди. Уди. А, все, они слышат. Супер. Ю-ху. Так, погодите. Я же сейчас хочу снять. Сейчас, сейчас. Фотки, фотки хочу. запечатлеть. Такое огнище. У-ху. Знаешь, раньше, когда не было ни камер, ничего, люди приходили на свадьбу, веселились, радовались. А сейчас вся свадьба фотосессия. Так, станьте туда, посмотрите. Ты думаешь, блин, люди радуются или просто чтобы красиво позировать? Блин, аж водкой запахло. У нас у мужиков месяц трезвости, мы всю их водку будем сжигать. А то так бы они нас прикончили. Да шучу я. Как в этом, да? Ну, Санька, этого я тебе никогда не прощу. Да-да. Угу. Все. По-моему, вот это. Яна, один раз читаю, я второй раз читаю. Хорошо. Тогда вы мне свой этот листочек дайте, да? Ты можешь с моего читать. А потом уже вдвоем читать. Так. прочитаем несколько раз. Заранее не будем говорить, я почувствую, сколько раз нужно. Вообще, в такие праздники лучше не планировать, сколько мы будем читать, а просто делать это. Свет включить или не надо? Не надо. Мне кажется, так лучше и красивее. Вот, отлично. Теперь, пожалуйста, все сосредоточьтесь и за мной будете повторять. Я буду читать медленно, чтобы вы успели за мной повторить. Даже если вы не успеваете за мной повторять, ничего страшного. Вы просто мысленно пропускайте эти слова через себя. В этом и состоит весь смысл, чтобы человек пропустил через себя весь смысл сказанного. Понимаете? Иногда заходите, смотрите ритуал, говорите, я еще ничего не прочитал, а у меня уже получилось. Почему? Вот по этой причине, что человек через себя пронес это. Итак, записываем. Да, записываем. Ясная погода и он нас слышит. Если честно, вот к нему обращаться всегда страшновато, потому что это гром. Представляете? Гром. Гром, который бьет и в ясное время, и в любое время. это вот, слышала? Да, но это не гром. Это самолет был и какое-то такое требезжание. Начинаем. О, великий Боже, Перун, батюшка, дарующий силу, дарующий мощь, благородный Бог, доблестный и честный, Бог небесной правды и истины бесстрастной, славен будь. Услышь зовущих тебя и даруй нам свое благословение. Пусть вещим огнем мы будем оберегаемы и святым хлебом сыты. В борьбе нам даруй победу и воинам отчизны нашей даруй защиту и веди за собой, чтобы они с победой вернулись домой после ратных дел, чтобы соблюдали они заветы предков, чтобы оберегали они наши рубежи и народ берегли стар и млад жен своих и братьев отцов да матерей и чтили богов сердцем были храбрый и сильным мечом. О, Бог крамовержец, велика твоя сила, ты мудростью своей открываешь нам путь и даруешь защиту. Славься, великий Перун, наш отец и защитник. Перуне, в мы призывающим тебя, славен и треславен буди, здравья и множество рода свева чадом, сворожьем дожди, родом, покровительства, милость яви, прави над всеми, вше изродно, тако бис, тако еси, тако буди. В конце я провела древний маленький куплет из древнего текста гимна, обращение к нему. Аж затрясло. Давай, Яна. Не забудь, что надо медленно, чтобы повторяли, текста нет. Да, хорошо. О, великий Боже, Перун, батюшка, дарующий силу, дарующий мощь, благородный Бог, доблестный и честный, Бог небесной правды и истинно бесстрастный, славен будь, услышь зовущих тебя и даруй нам свое благословение. Пусть вещим огнем мы будем оберегаемы гром и святым хлебом сыты. В борьбе нам даруй победу и воинам отчизны нашей даруй защиту и веди за собой, чтобы они с победой вернулись домой. после ратных дел, чтобы соблюдали они заветы предков, чтобы оберегали они наши рубежи и народ берегли стар и млад жен своих и братьев отцов до матерей и чтили богов, сердцем были храбры и сильны мечом. о бог громовержец велика твоя суть ты мудростью своей открываешь нам путь и даруешь защиту славься великий перун наш отец и защитник перуне перуне вми призывающим тя славен и треславен буди здравия и множество рода всем чадом сворожьем дожди родом покровительство милость яви прави над всеми вще изродно так убысть так у есть так убуди ты слышишь гром нет там гром хорошо если сильно не будет гром да да раскаты они даже начали смотреть вон туда надо чтобы нас не это не должно шлепнуть мы же его благодарим а не наоборот мы тебя благодарим а не наоборот я чуть-чуть ты приближайся если ну если тебе это я просто боюсь что она откроется я тогда вот так упс еще чуть подальше ого он и так слышно это мой ритуал это все мои работы друзья мои это не древние заговоры древние это внизу маленький куплет который я просто для усиления взяла это так просто говорю уточняю о великий боже перун батюшка дарующий силу дарующий мощь благородный бог доблестный и честный бог небесной правды и истины бесстрастной славен будь услышь зовущих тебя и даруй нам свое благословение пусть пусть вещим огнем мы будем оберегаемы и святым хлебом сыты в борьбе нам даруй победу и воинам отчизны нашей даруй защиту и веди за собой чтобы они с победой вернулись домой после ратных дел чтобы соблюдали они заветы предков чтобы оберегали они наши рубежи и народ берегли стар и млад жен своих и братьев отцов да матерей и чтили богов сердцем были храбрый и сильны мечом о бог кромовержец велика твоя суть ты мудростью своей открываешь нам путь и даруешь защиту славься великий Перун наш отец и защитник Перуне в мы призывающим тебя славен и треславен буди здравия и множество рода всем чадом сворожьем дожди родом покровительство милость яви прави над всеми ше изродно тако быстр тако есть тако буди а вы все травы сожгли да если хочешь еще можешь принести еще надо если надо трава принести давай я пока еще раз прочитаю можешь принести еще дадим давай еще дадим огню я надеюсь успеваете читать да это у нас не потемнело это у нас темно было это просто камера снимала светло а сейчас видите вот камера так снимает вот и отлично что успеваете да можно и вино поставить если хотите здесь по вашему усмотрению главное основные правила соблюдайте остальное не так страшно и не так важно когда вы повторяете эти слова у вас начинается внутри вот все трястись успокоение да можете и заплакать и такое возможно очищается внутри все потому что сила богов и энергия богов она всегда дает очищение прежде всего убирает вот эту темную сторону злую сторону внутри нас и запомните что мы нашим павшим тоже отдаем энергию когда мы о них помним когда мы обращаемся к богам войны то мы помним всех павших за войну понимаете итак начнем о великий боже перун батюшка дарующий силу дарующий мощь благородный бог доблестный и честный бог небесной правды истины бесстрастной славен будь услышь зовущих тебя и даруй нам свое благословение пусть вещим огнем мы будем оберегаемы и святым хлебом сыты в борьбе нам даруй победу и воинам отчизны нашей даруй защиту и веди за собой чтобы они с победой вернулись домой после ратных дел чтобы соблюдали они заветы предков чтобы оберегали они наши рубежи и народ берегли стар и млад жен своих и братьев отцов да матерей и чтили богов сердцем были храбры и сильны мечом о бог громовержец велика твоя суть ты мудростью своей открываешь нам путь и даруешь защиту славься великий бог наш отец и защитник перуне в мы призывающим тебя славен и треславен буди здравия и множество родов всем чадом сварожим дожди родом покровительства милость яви прави над всеми вше изродно тако быс тако еси тако буди друзья мои эти заговоры эти призывы ритуалы вы можете совершать в любое время когда у вас душа попросит попросить за свое отечество благодарить и благословить бога перуна почему вы можете это делать потому что если каждый человек будет просить его оберегать наше наше отечество то мы можем знать что мы можем спокойно жить мы даем определенную энергию для того чтобы наши дети внуки жили мирно и кроме всего прочего боги всегда помогают людям которые о них помнят а перун как раз отвечает за защиту часто к нему обращайтесь славите его и естественно вы получаете его защиту яна еще в последний раз читай я думаю достаточно о великий боже перун батюшка дарующий силу дарующий мощь благородный бог доблестный и честный бог небесной правды и истинный бесстрастный славен будь услышь зовущих тебя и даруй нам свое благословение пусть вещим огнем мы будем оберегаемы и святым хлебом сыты в борьбе нам даруй победу и воинам отчизны нашей даруй защиту и веди за собой чтобы они с победой вернулись домой после ратных дел чтобы соблюдали они заветы предков чтобы оберегали они наши рубежи и народ берегли стар и млад жен своих и братьев отцов до матерей и чтили богов сердцем были храбры и сильны мечом о бог громовержец велика твоя суть ты мудростью своей открываешь нам путь и даруешь защиту славься великий перун наш отец и защитник перуны вми призывающим тебя славен и треславен буди здравия и множество рода всем чадом творожьем дожди родом покровительство милость яви прави над всеми вще изродно таку бысть таку если таку буди можете участвовать кто опоздал просто можете участвовать в остальном в чем сможете давай так мы сейчас траву держим кое-кто мне сегодня хочет повышать кое-кто сейчас получит вон те засранцы все достали есть эту траву прямо голодные а как же так снимаем приносим различные травы в жертву славься великий люстител границ яви помоги нашим что-то плачет даже не надо плакать очищается это помогает я это очень сильно вот прям выводит вот эту внутреннюю боль накопленную чаток иди сюда он прячется под столом от нее а она туда лезет вон он ходит ничего он не прячет побежит туда славься великий боже первым граммовержец иди свои войска охраняй оберегай страну нашу отечество наше и воинов отечества нашего верни их домой живыми и невредимыми сражайся рядом с ними и даруй им свою силу и мощь вот на кого-то действует сильнее чем на Ивана Купала конечно это совсем другая энергия другая здесь воинство великий перуны как ты победил чудовище так победи чудовище сегодняшнее оберегай землю детей и чат своих и не допускай крови путь благословения вот теперь мне стало плохо сейчас я буду рыдать чего нехорошо стало ну вы блин даете больно же Ян и тебе больно не надо мне ты очень чувствительный человек никто не знает не раскрывать войне ты всегда плачешь я же знаю как ты ощущаешь это а что ты не меньше мы славим Перу на сегодня а для воинов Отечества просим победы а для павших душ просим покоя травой прям запахло какой-то приятно снятый небесных чертогов собери души воинов к себе на небесные чертоги прославляй святые имена во веки веков великий Боже забери души воинов чертоги свои и прославляй их святые имена во веки веков пусть вот эту часть вы можете просто слушать это не обязательно повторять это мое желание сказать я думаю ваше желание тоже пусть поднимаются их доблестные души и храбрые души чертоги богов славную сваргу и обитают там вместе с богами ибо они достойны этого сварга это это славянский олимп славянский олимп да это обиталище славянских богов сварга в честь бога сварга поскольку он их отец город сварга у скандинавов это Асгард город Ассов град Гард город Ассы это боги расы Ассов которые победили Иванов подчинили и утвердили закон свой и поэтому у них называется город Ассов Асгард вот ну у меня нет столько знаний как у профессоров некоторых которые у которых аппендицит обратно растет но все таки что-нибудь да знаю чуть-чуть чуть-чуть так что ж извините мне до профессуры конечно далеко я еще как там наука еще не в курсе дела да да обратно я сейчас просто думаю у некоторых как зубы начнут расти из-под коронок во будет праздник однако ой страшно это все если честно и смешно и страшно слегка так сейчас приступаем к следующему приступаем к следующему ритуалу как у акулы зубы расти будут три ряда по некоторым данным итак друзья мои сейчас я пока буду рассказывать упакуй пожалуйста эти травы потому что я буду читать и кидать эти травы распаковать в смысле да 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 я пока буду читать распаковать распаковывай а потом я буду пока ты будешь читать я буду кидать и после ты как там я буду петь ты будешь плакать да праздник эти праздники должны вернуться потому что они дают очень много силы даже мои собаки которые обычно не любят особо так возле костра да да сейчас это тоже нальем пока никто не видит итак друзья мои следующее славление богов но в лице Перуна потому что это его день то есть он важный бог для нас людей они все важны у них у всех важные функции но для нас людей важный бог Перун потому что он оберегает наш мир от злых сил то есть если злая сила проникает сюда из нави да то просят его отогнать изгнать это его функция или функция тех богов которые опять же подчинены его воле итак слушаем внимательно я опять же буду читать медленно слався сварга слався богов величия всемогущая их над нами простирайся вот собаки мои что-то почувствовали тишина так тишина ничего сейчас успокоит можно пшено в котелок можно никому не было сказано обязательно травы травы я зажигаю так все успокаиваемся кусики все 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 еще раз славься сварга славься богов величия всемогущая их длань над нами простирайся славу богам богам воспоем и та слава восток рад к нам возвращайся славим живой семарглов огонь славим материнское начало богинь и перуницу с перуном славим и три начала явь навь и правь и род наш славим пращуров славим и землю славян мы сток крат на славе слава тебе сварга восток рад тебе слава мы славим богов а они нас прославят ворогов ворогов отгонят удачей наградят ибо кто богов славит тому боги милость свою явят возвысят над человеками в ратном деле победу подарят в семье лад и сытую жизнь в любви взаимность да плодовитость делам успешное завершение слова мудрые изречения будет славен тот человек кто богов славит тот будет сам славен род его крепок будет жизнь его светлой будет славься живой огонь славься сварга богов воистину славься теперь наверное два раза тебе придется прочитать а я буду хорошо жертвовать огню как говорят кормить огонь вот тут вот а то вы попадете а ничего страшного пусть попаду да ну ладно слегка я тут могу не заметить ничего страшного пусть увидят некоторые издохнут от зависти шучу так читаю давай славься сварга славься богов величия всемогущая их длань над нами простирайся славу богам воспоем и та слава восток рад к нам возвращайся славим живой симар глав огонь славим материнское начало богинь и перуни с перуном славим и три начала явь навь и правь и род наш славим пращуров славим и землю славян мы стократно славим слава тебе сварга во стократ тебе слава мы славим богов а они нас прославят ворогов отгонят удачей наградят ибо кто богов славит тому боги милость свою явят возвысят над человеками вратном деле победу подарят в семье лад и сытую жизнь в любви взаимность доплодовитость делам успешное завершение словам мудрые изречения будет славен тот человек кто богов славит тот будет сам славен рот его крепок будет жизнь его светлой будет славься живой огонь славься сварга богов воистину славься нам нужно пока теплая погода и надо делать костер и траву сжигать и покрасывать да да то там да не веду что пока природа погода погода ух ты прям такой зеленый свет высыщайся огонь высыщайся огонь мы в души волнах питаем силой огня огонь еще поддерживали чтобы души павших воинов приходили и брали оттуда энергию отсюда идея вечного огня если кто не знает поскольку это в честь них они имеют право им позволено прицепить мы же говорим вот любое действие имеет смысл мы говорим это для воинов это в честь них это в память о них а значит мы даем им право мы отправляем посыл что они могут прийти и питаться этим огнем этой энергии вот поэтому вечный огонь и собственно создали чтобы те души которые пали за родину приходили и питались этой силой огня уйди вот так благословен будь живой огонь и питай души павших воинов мученической смерти во имя своему отечеству да будет так не удивляйте что мы сегодня поминаем воинов он все-таки бог войны я еще раз прочитай читаю славься сварга славься богов величия всемогущая их длань над нами простирайся славу богам воспоем и та слава во сто крат к нам возвращайся славим живой симар глав огонь славим материнское начало богинь и перуницу с перуном славим и три начала явь навь и правь и род наш славим пращуров славим и землю славян мы сто кратно славим слава тебе сварга во сто крат тебе слава мы славим богов они нас прославят ворогов отгонят удачей наградят ибо кто богов славит тому боги милость свою явят возвысят над человеками врат нам деле победу подарят в семье лад и сытую жизнь в любви взаимность да плодовитость делам успешное завершение слова мудрые изречения будет славен тот человек кто богов славит тот будет сам славен рот его крепок будет жизнь его светлой будет славься живой огонь славься сварга богов воистину славься отлично подкинь тогда пару штук еще я сейчас подготовлюсь да следующие и подготовьте пожалуйста клинки которые просили подготовить и послушайте внимательно мы сегодня прочитаем с вами 4 раза на 4 стороны света поворачиваясь время от времени вынимайте этот клинок из того места где вы прячете а вы должны спрятать не нужно чтобы кто-то их видел если увидит он потеряет определенную силу поэтому если кто-нибудь увидит ребенок или близкий человек вам придется еще раз это провести нужно этот клинок провести над пламенем и начитать хорошо давай я сейчас кое-кого там они сейчас уже окосели там все уже посмотрели от скрынили под лупой разглядывают даже пусю уже обсудили бедного ой он звезда обо мне уже все сказано перешли на пусю блин какой ужас так этих дерьмогрупп сколько было ян это же не первая дерьмогруппа на земле просто как бы смешно да вспоминаем это все ну да ну куда нам до них у них там аппендициты обратно растут а у нас этого нет а вы заметили вообще кто-нибудь если честно что эти люди сходят с ума у них начинается безумие никто не заметил всегда все заканчивается полным позором ну вот закон такой что теперь делать вот вот эти два товарища которые сейчас получат по первое число может капнуть сюда что именно водкой давай да можно да конечно давай пускай сожигается угу зэна иди сюда там кота караулит давай можно еще чуть-чуть ну хорошо так теперь держи я сейчас возьму и буду проносить пускай вот эта палка уже не держит нифига другую надо купить тихо тихо мечта уважаемый инга можно вопрос а клинок надо потом завернуть в ткань или можно положить его собственный чехол как угодно как угодно говорит используя в другом месте его нельзя так подходим кто там отстань от рыжика ушел туда бедный рыжик все убежал еще и хвост специально чтобы тарасни вот так я его спасаю а он еще тут выпендривается так вот подойди я показываю вот когда вы почувствуете что немного ослабла эта защита то есть его надо время от времени активизировать вообще хорошо бы если бы раз в неделю просто зажигали свечи и проводили над свечой и читали четыре раза поворачиваясь на все четыре стороны света вот прочитали потом с другой стороны поворачивали но сейчас я не буду поворачиваться но просто примерно вам кухонный нож нельзя кухонный нож нельзя это нож который вы может быть до этого использовали в чем-то где-то это возможно но после пользоваться им нигде никак нельзя в ней будет мощь и сила защита того бога, к которому вы обращаетесь именно к Перуну нет, нет, пол не зеленый он будет отсекать нет, это так отсвечивается пока еще зеленый цвет не думали красить а статуэтку Перуна простым людям можно? вообще, если вот общий канонический славянских богов имеется ввиду в общем пантеоне именно канонического типа например, из дерева отдельно вот такие можно держать потому что это напоминает это ближе к вашему менталитету, крови, зову крови, генетике а вот современные сделанные не очень рекомендуется, потому что как он сказать там нету вот этих традиционных элементов он только если для красоты ну, не навредит но нежелательно вот лучше чуры славянские вот такие если у вас закончила трава горит вы можете над свечой проносить нож? да вообще над свечой нужно в любом случае вообще над свечой нужно закалять, да новый нож можно? можно только не кухонный но не кухонный еще раз объясняю что-нибудь там охотничий кинжал односторонний лезвие двусторонний можно шашку любой нож но не топор а то и такой вопрос был топор не надо топор рановато пока топор потом будет так, начинаем я взываю к великому Перуну о великий бог услышь меня и внемли освети сей клинок передай ему свою ярость и мощь отныне он моя защита от ворогов и супостатов от завистников и ненавистников будет колоть им глаза и сердца будет гнать их подальше от моего дома и от моей судьбы Перунов клинок освещенный живым огнем заговоренный оберег мой тайный сила моя скрытая защита незыблемая невидим от глаз у меня ты будь храни мое тело мою душу и мое дело гони зло подальше кали глаза врагам отныне в тебе сила бога Перуна а значит меня защищает он сам отныне до веку оберег мой при мне защита со мной Перун за спиной Перун надо мной великой стеной стоит и меня оберегает истинно так я заклинаю послушайте меня внимательно сегодня вы можете стоять на месте просто держать над огнем и читать со мной много раз не четыре а много раз потому что сегодня мы усиливаем все это общим совместным ритуалом энергии но если вы сильно переживаете потом когда Яна выложит текст вы можете еще раз это сделать если вы не успеваете читать не успели и так далее Я быстро выложу Да но сегодня делаем по другому сегодня будем вместе с вами заряжать этот клинок много раз вместе совместно по очереди начитывая теперь поняли сегодня не надо поворачиваться никуда почему надо когда вы одни останетесь поворачиваться это как вы пространство очищаете понимаете вы себе вот такой вот обережный круг чертите вот этим острием то есть вы срезаете все то черное ненужное что в вашу жизнь собирается прийти теперь я положу обратно Ян я что-то не поняла девочки мы что не следим за фигурой хватит жрать что-нибудь что-нибудь там случилось все что-то есть но это хорошо это значит что энергия ушла начинается новая энергия на возьми так мне Инга дала нож потому что у меня не было лишних да но теперь это уже не мой клинок это уже ее и надо только ей пользоваться точнее спрятать все Зена уйди от греха подальше испугалась все начнем я взываю к великому перуну о великий бог услышь меня и внемли освети сей клинок передай ему свою ярость и мощь отныне он моя защита от ворогов и супостатов от завистников и ненавистников будет колоть им глаза и сердца будет гнать их подальше от моего дома и от моей судьбы перунов клинок освещенный живым огнем заговоренный оберег мой тайный сила моя скрытая защита незыблемая не видим от глаз у меня ты будь храни мое тело усилился огонь мою душу и мое дело гони зло подальше кали глаз врагам отныне в тебе сила бога перуна а значит меня защищает он сам отныне до веку оберег мой при мне защита со мной перун за спиной перун надо мной великой стеной стоит и меня оберегает истинно так я заклинаю все теперь еще раз я прочитаю собственно говоря так никому нельзя коснуться твоего клинка да ну надо вот какой красивый стырила дай новым образом побила меня милицию давайте вот сюда вот вставать отдаю на вас ветер прям аж глаза слезут я взываю к великому перуну о великий бог услышь меня и внемли освети сей клинок передай ему свою ярость и мощь отныне он моя защита от ворогов и супостатов от завистников и ненавистников будет колоть им глаза и сердца будет гнать их подальше от моего дома и от моей судьбы перунов клинок освещенный живым огнем заговоренный оберег мой тайный сила моя скрытая защита незыблемая не видим от глаз у меня ты будь храни мое тело мою душу и мое дело гони зло подальше кали глаз врагам отныне в тебе сила бога перуна а значит меня защищает он сам отныне до веку оберег мой при мне защита со мной перун за спиной перун надо мной великой стеной стоит и меня оберегает истинно так я заклинаю теперь читаешь ты я тоже тут стану а тут там прям давай огонь стал очень жаркий такой прям агрессивно ярый я взываю к великому перуну о великий бог услышь меня и внемли освети сей клинок передай ему свою ярость и мощь отныне он моя защита от ворогов и супостатов от завистников и ненавистников будет колоть им глаза и сердца будет гнать их подальше от моего дома и от моей судьбы перунов клинок освещенный живым огнем заговоренный оберег мой тайный сила моя скрытая защита незыблемая невидим от глаз у меня ты будь военный военный самолет отсюда летит ян улетает с москвы туда туда пускай наши ребята вернутся назад кто улетел в этом самолете все живые вернитесь обратно сказано сделано заклято аминь да будет так давай продолжай храни мое тело мою душу и мое дело гони зло подальше кали глаз врагам отныне в тебе сила бога перуна а значит меня защищает он сам отныне до веку оберег мой при мне защита со мной перун за спиной перун надо мной великой стеной стоит и меня оберегает истинно так я заклинаю вот как символично да мы говорим а там военный самолет вот этим синим огнем обычно военный самолет и он огромный прям ну военный имеется ввиду не грузовой а пассажирский ой все вернутся так и будет мы так захотели так пойдем теперь пока кладем сюда теперь мы будем защищать наших воинов да а текст есть ты уже выкладывала под роликом где я сказала во сколько у нас будет прямой эфир да под этим роликом друзья мои есть текст если кто-то не мог найти там во имя России называется текст вот и оттуда текст потому что тот ролик не знаю там есть селья закрыла на время потому что сами понимаете длинный такой обалдеть я уже забыла его конечно мы прочитаем два раза но причем мы прочитаем давай сделаем следующее сначала мы жертвуем огню давай подержи еще один нет это пассажирский это обычный о дождик капает да ничего значит жертва принята мы освободи освободи нас от зла он принял ян вообще ничего не предвещало представляете дождь пошел да вообще облаков нету покажи облаков нету как же тут ничего не увидишь так нету вот даже вот этих мелких нету ну пошел дождь значит нас слышат вот послушайте смотрите вот пошел дождь он вообще на днях вообще не был то есть он уже все как бы дождливый сезон прекратился у кого-то там гром начал греметь написали ничего мы под дождем будем читать он же бог грома и дождя и сахарный не растает да и ничего там не растает свечи можно потушить или что там сами потушим не сильно да чтоб не лопнуло там пусто воды славен великий боже кромовержец перун славься великий бог кромовержец перун вот покажи вот видите все выгоняет кота друзья мои пошел дождь причем сильный уже но мы сейчас успеем еще прочитать так все тихо и чапик побежал домой ничего они дождя испугались ну еще и кота вот это означает что нас услышали и что наша жертва принята вот смотрите вот он нам ответил дождем видите прям вообще дождь пошел неожиданно абсолютно сегодня вообще ничего не предвещало ой но мы сейчас прочитаем да но мы все равно прочитаем сейчас я наоборот хочу вот посмотреть я вообще хочу под этим дождем себя осенить вот потому что сегодня дождь он священен вот там под этой прям вообще слышно давай держи сейчас я траву кину и начну читать а еще трава осталась да экономная однако обалдеть дождь да слава тебе великий боже ирун батюшка слава тебе благословение твое пусть будет с нашими воинами веди их за собой оберегай и живыми верни назад домой а мы тебя за это славить будем итак во имя России читаем я соединяю тысячи голосов живых и мертвых новых и древних стань сила защитная ратная встань огромной невидимой стеною и защити землю славян о боги славян великие боги воинственные боги пробудитесь встаньте образуйте защитный круг вокруг нашей земли одарите нас храбростью храбростью своею вспомните о нас великие боги создайте защитный щит вокруг нашей земли помогите нам одолеть эту нечисть помогите нам в этой неравной битве выйти победителями о души великих героев победоносных правителей услышьте нас и придите к нам на помощь да останутся ни с чем враги наши да метнет великий перун гром и молнию на их голову да заступятся за нас души великих героев земли славянской да будут с нами в трудные времена силы покровители небес и земли огня и воды я призываю голосом древней жрицы поднимайтесь 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 попранные души ушедших героев наших и заступитесь за землю нашу я призываю победный дух на землю славян приди приди и одари нас победой мы сильны духом нас не сломить да явится невидимая армия великая армия тех душ что защищали землю эту тысячелетиями придите вновь к нам на помощь мы нуждаемся в вас вселяйся храбрость вселяйся в душу каждого воина защити его на поле бранном великие боги защитите верните назад живими наших героев соединяйтесь воедино тысячи голосов и эхом раздайтесь над мирозданием постучите в двери великих богов о боги станьте нашими заступниками помогите воспрять духом да не отставят нас ваша сила ваша мощь и защита пробуждайся великий дух пробуждайся великий дух и пусть враги наши останутся ни с чем ибо победа наша близка как правда то что солнце восходит каждое утро так правда то что победа будет за Россией как правда то что солнце восходит каждое утро так правда то что враги наши ничего с нами не сделают и чем злее будут наши враги тем сильнее будет наш дух силой богов защитой предков и покровительством духа нашего мы победим эту тьму сила ратная сила древняя души героев встаньте образуйте защитный круг вокруг земли славян и оградите их от всякого зла и напасти тысячи голосов взывают к богам тысячи жрецов пробуждаются из мира мертвых и приходят к нам на подмогу да не оставят нас великие боги да не оставят нас великие боги да не оставят нас великие боги и они будут с нами сражаться рать невидимое пробуждайся армия великая проснись приди к нам на помощь и мертвые будут сражаться рядом с живыми. Врагам нашим пустота и тлен, и нашим героям победа и лавры. Да будет услышана мольба наша, соединяйтесь тысячи голосов, и как весенний поток, звените над мирозданием. Так будет во веки веков и во вечные времена. Заклинаю священным пламенем всеми дорогами, всеми порогами, югом, западом, востоком и севером, печатью солнца и печатью луны, крика младенца и вздохом умирающего. Дайте, великие духи, подарите нам победу именем богов и духов, демонов и ушедших душ. Заклинаю небом и землею, огнем и водою, и чашей весов вселенского суда. Пусть уйдут наши враги, невзгоды и растворятся в пространстве, как уходит дым. Радь невидимая, пробуждайся, армия великая, проснись, приди к нам на помощь, и мертвые будут сражаться рядом с живыми. Да будет так, и так будет. Заклинаю. И еще раз прочитай ты, Ян, и все. Сейчас держи секунду, я принесу. Видишь, закончилось. Вот он просто ответил дождем и все. Да, закончилось. Он не стал нам мешать праздновать праздник, он нас не отогнал, понимаете? А так, видите, вон. Да. Вот тебе почему-то сухие, смотрите. Чишечки. Как ни странно. Наверное, там этот... А, деревья, да, деревья. Он не то, что нас там вот прям шандарахнул дождь, чтобы мы ушли. Он ответил на нашу мольбу. Принял наши подношения. Да, принял. Это реально принял. У меня прям аж плохо стало, когда дождь пошел, потому что абсолютно, ну, даже секунды не было в предвещении, что дождь будет. Вообще не облако, ничего, весь день ветер. Не должно было быть. И он и вот пришел пару минут и закончился. Это значит, что он нас услышал и принял. Я не знаю, как для некоторых. Для меня это очень живая сила. И я не просто это говорю. Я живу этим. Я в это верю. Я это видела не раз, их проявление. Имеется в виду в моей жизни, как в самый отчаянный момент они появлялись и давали мне руку помощи. Поэтому люди, которые попирают богов, у них ничего хорошего в жизни не будет. Не верите, не верьте, но рот свой вонючий. Не надо в их сторону открывать. Читаю? Да, Ян, давай я подержу. Поскольку этот текст уже у всех есть, можно спокойно читать, не обращая внимания. Я соединяю тысячи голосов, живых и мертвых, новых и древних. Встань, сила защитная, ратная. Встань огромной невидимой стеною и защити землю славян. О боги славян, великие боги, воинственные боги, пробудитесь, встаньте, образуйте защитный круг вокруг нашей земли. Одарите нас храбростью своею. Вспомните о нас, великие боги. Создайте защитный щит вокруг нашей земли. Помогите нам одолеть эту нечисть. Помогите нам в этой неравной битве выйти победителями. О души великих героев, победоносных правителей, услышьте нас и придите к нам на помощь. Да останутся ни с чем враги наши. Да метнет великий перун гром и молнию на их голову. Да заступятся за нас души великих героев земли славянской. Да будут с нами в трудные времена силы, покровители небес и земли, огня и воды. Я призываю голосом древней жрицы. Поднимайтесь, 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 попранные души ушедших героев наших и заступитесь за землю нашу. Я призываю победный дух на землю славян. Приди, приди и одари нас победой. Мы сильны духом, нас не сломить. Да явится невидимая армия, великая армия тех душ, что защищала землю эту тысячелетиями. Придите вновь к нам на помощь. Мы нуждаемся в вас. Вселяйся, храбрость. Вселяйся в душу каждого воина. Защити его на поле бранном. Великие боги, защитите, верните назад живыми наших героев. Соединяйтесь воедино. Тысячи голосов. И эхом раздайтесь над мирозданием. Постучитесь в двери великих богов. О боги, станьте нашими заступниками. Помогите воспрять духом. Да не оставят нас ваша сила, ваша мощь и защита. Пробуждайся, великий дух. Пробуждайся, великий дух. И пусть враги наши останутся ни с чем. Ибо победа наша близка. Как правда то, что солнце восходит каждое утро, так правда то, что победа будет за Россией. Как правда то, что солнце восходит каждое утро, так правда то, что враги наши ничего с нами не сделают. И чем злее будут наши враги, тем сильнее будет наш дух. Силой богов, защитой предков и покровительством духа нашего мы победим эту тьму. Сила ратная, сила древняя. Души героев, встаньте. Образуйте защитный круг вокруг земли славян. И оградите их от всякого зла и напасти. Тысячи голосов взывают к богам. Тысячи жрецов пробуждаются из мира мертвых и приходят к нам на подмогу. Да не оставят нас великие боги. Да не оставят нас великие боги. Да не оставят нас великие боги. И они будут с нами сражаться. Рад невидимая, пробуждайся. Армия великая, проснись. Приди к нам на помощь. И мертвые будут Будут сражаться рядом с живыми. Врагам нашим пустота и тлен, а нашим героям победа и лавры. Да будет услышана мольба наша. Соединяйтесь, тысячи голосов. И как весенний поток звените над мирозданием. Так будет во веки веков и во вечные времена. Заклинаю священным пламенем, всеми дорогами, всеми порогами, югом, западом, востоком и севером, печатью солнца и печатью луны, криком младенца и вздохом умирающего. Дайте великие духи, подарите нам победу. Именем богов и духов, демонов и ушедших душ. Заклинаю небом и землей, огнем и водою, и чашей весов вселенского суда. Пусть уйдут наши враги и невзгоды, и растворятся в пространстве, как уходит дым. Рад невидимая, пробуждайся. Армия великая, проснись, приди к нам на помощь. И мертвые будут сражаться рядом с живыми. И давай последний раз я прочитаю. Ты пока держи. Я, наверное, вот ту траву тоже кину туда, потому что она там не горит. Пусть хотя бы здесь горит. Да, да, да. Чтобы полностью тебе жертва была удано. Яна специально покупает такие необычные вещи. Старинные такие вещи. Это медь, по-моему, или что там вообще. Но это старая вещь. Она любит такую красоту. То есть относится вот ко всем ритуалам и ко всему очень серьезно. Это к тому, что человек должен с душой относиться. Вот только тогда он получит ответ за свое усердие. И вино вылим я. Угу. Потому что это уже последнее. Нужно отдать Таню. Не думала, что вино так горит. Горит, горит. Еще сильнее горит. И мертвые станут рядом с живыми. Кто ушел сражаться за родную землю, вернитесь домой живыми. И водку можно лить, и коньяк. У кого что? Да. В принципе, все что угодно. Немножко тут покушили, ничего страшного. Сейчас. Нормально все. Начнет гореть. Зена, все. Не балуйся. Не бойся ты. Все. Хорошо. Вот уже весь зонтик мокрый. Сверху. Еще. Все. Давайте вот около алтаря. Давай. Мне и так слышно, мне кажется. Да. Достаточно. Так, Зена, ушла. Ушла, не мешай, я сказала. Как хорошо, что у нас тишина, покой, лес. Никто не мешает нам громко читать и говорить то, что мы хотим. Соседи там, по-моему, нервно курят в сторонке. Нет, там у нас глухая бабушка. Что за соседи у нас тут такие? И больше никого нет. Давай я открою дверь, пускай. Ты можешь просто показывать здесь, костер, я буду читать. Я соединяю тысячи голосов, живых и мертвых, новых и древних. Встань, сила защитная, ратная, встань, огромной невидимой стеною и защити землю славян. О, боги славян! Великие боги, воинственные боги, пробудитесь. Встаньте, образуйте защитный круг вокруг нашей земли. Одарите нас храбростью своею. Вспомните о нас, великие боги. Создайте защитный щит вокруг нашей земли. Помогите нам одолеть эту нечисть. Помогите нам в этой неравной битве выйти победителями. О, души великих героев, победоносных правителей! Услышьте нас и придите к нам на помощь. Да останутся ни с чем враги наши. Да метнет великий перун гром и молнию на их голову. Да заступятся за нас души великих героев земли славянской. Да будут с нами в трудные времена силой. Покровители небес и земли, огня и воды. Я призываю голосом древней жрицы. Поднимайтесь, 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 попранные души ушедших героев наших. И заступитесь за землю нашу. Я призываю победный дух на землю славян. Приди, приди и одари нас победой. Мы сильны духом, нас не сломить. Да явится невидимая армия, великая армия тех душ, что защищали землю эту тысячелетиями. Придите вновь к нам на помощь. Мы нуждаемся в вас. Вселяйся в храбрость, вселяйся в душу каждого воина. Защити его на поле бранном. Великий Бог, защитите. Верните назад живыми наших героев. Соединитесь воедино тысячи голосов. И эхом раздайтесь над мирозданием. Постучитесь в двери богов. О, боги, станьте нашими заступниками. Помогите воспрять духом. Да не оставит нас ваша сила, ваша мощь и защита. Пробуждайся, великий дух. Пробуждайся, великий дух. И пусть враги наши останутся ни с чем. Ибо победа наша близка. Как правда то, что солнце восходит каждое утро, так правда то, что победа будет за Россией. Как правда то, что солнце восходит каждое утро, так правда то, что враги наши ни с чем останутся. останутся. И чем злее будут наши враги, тем сильнее будет наш дух. Силой богов, защитой предков и покровительством духа нашего мы победим эту тьму. Сила ратная, сила древняя, души героев, встаньте, образуйте защитный круг вокруг земли славян и оградите их от всякого зла и напасти. Тысячи голосов взывают к богам, тысячи жрецов пробуждаются из мира мертвых и приходят к нам на подмогу. Да не оставят нас великие боги. Да не оставят нас великие боги. Да не оставят нас великие боги. И они будут с нами сражаться. Рать невидимая, пробуждайся. Армия великая, проснись, приди к нам на помощь. И мертвые будут сражаться рядом с живыми. И врагам нашим пустота и тлен, а героям нашим победа и лавры. Да будет услышана мольба наша, соединяйтесь тысячи голосов. И как вселенный поток звените над мирозданием. Так будет во веки веков и во вечные времена. Заклинаю священным пламенем. Всеми дорогами. Тихо. И всеми порогами. Югом, западом, востоком и севером. Печатью солнца и печатью луны. Криком младенца и вздохом умирающего. Дайте, великие духи, подарите нам победу. Именем богов и духов, демонов и ушедших душ заклинаю. Небом и землею, огнем и водою, и чашей весов вселенского суда. Пусть уйдут наши враги невзгоды и растворятся в пространстве, как уходит дым. Рать невидимая, пробуждайся. Армия великая, проснись, приди к нам на помощь. И мертвые будут сражаться рядом с живыми. Да будет так. И так будет. Заклинаю. Нож спрятать. Его использовать только в данном ритуале. Он будет как оберег. Иногда можете его снова доставать и читать заговор с ножом. И все эти ритуалы, и все эти заговоры вы можете провести в любое время, как ваша душа пожелает. Потому что звание к Перуну или просьба защитить родную землю, это и ваш оберег в том числе. Вино, водку, траву, овес, крупы. Вы можете вылить и отдать огню, если вы делаете на природе. Если вы делаете у себя в квартире, полагаю, что можно до утра ставить на подоконнике. Да, потом вылетит. Потому что вы не можете там такой огонь зажигать, к сожалению. Но свечи, воск, который вы зажигаете, или свечи иные, неважно, вы отдаете огню, именно вот этот воск и там, ну, даже парафин в любом случае. Вы отдаете ему как откуп. То есть огонь берет свою жертву воском. То есть в котелке сожгите, если вы в квартире. Да, можно сжечь и травы, и прочее. Это уже ваше желание. Примерно я сказала, что делали в древние времена и что мы сделали. Из этого всего, что вам подходит, вы можете совершать. Что там, пученок? Пученок выдержал, как мужик, до последней секунды. Да? Всех еще раз с праздником, всем удачи. Нож можете протереть от копоти, ничего страшного. И пусть нас оберегает наш великий воин, который оберегает рубежи нашего мира от проникновения всякого зла. И вы увидите, что вот после проведенного этого ритуала в нашей стране и вообще в мире, в ситуации, очень многое изменится в хорошую сторону. И не раз это было. Мы же с вами много раз проводили и видели результат. Потому что нас с вами очень много людей. Активных показывает три тысячи. А так, кто сидит, смотрит и проводит, может быть очень много. Я даже ради интереса посмотрю, сколько там потом, когда будут загружать. Всем удачи, всех благ, нам мира и всего хорошего. И твои слова последние, какие хочешь, говори. Пусть будет мир во всем мире. Все. Победа будет за нами. Еще раз благословение Бога Перуна. И он опять нам ответил дождем. Да, опять дождик. Видите? Вот опять идет. Еще сильнее идет после этого ритуала. Ну, смотри. Даже покажу вам. Вот, видите, вот там мокрый весь. Все. Мы теперь пойдем, иначе мы сейчас промокнем. Это значит, что он нас услышал. И если он ответил своей стихией, это положительный ответ. Всегда чтите Богов. И они будут с вами. Помните это. Кто их не уважает, тот их благословение никогда не получит. Всем удачи. Пока. Ой.